Девушки отдыхают О проводимых мероприятиях в рамках акции «Осторожно, ребенок на окне» В детских лагерях закончился первый оздоровительный сезон Трем многодетным семьям из частного сектора отказано в получении субсидии на подготовку школьников Полноценная косметологическая клиника, возможно, появится в Устилимске Энергетики Устилимска разбираются с экстренным отключением электроэнергии в правобережье Вчера около пяти часов вечера лампочки погасли в большинстве домов по проспекту Мира, улиц Мечтателей и других Организации, где еще продолжался рабочий день, распустили сотрудников А магазины прекратили обслуживать покупателей Из-за недовольства горожан, их массовых звонков, коммунальные и диспетчерские службы Едва не случился другой апокалипсис – телефонный К счастью, оборудование АТС и операторов справилось с нагрузкой Через 40 минут электроснабжение было восстановлено По словам специалистов, первопричина этого коллапса – не в городе Они сходятся во мнении, что авария произошла где-то в Братском районе И автоматическая защита отключила наиболее подверженную риску ответвления высоковольтных сетей Детальный разбор подобных инцидентов занимает, как правило, не меньше месяца 26 июня прошли заседания постоянных депутатских комиссий Чиновники городской администрации отчитались перед народными избранниками, как они выравнивают дороги И сколько лифтов будет заменено в следующем году Спорным, по мнению депутатов, стало обращение к ним заместителя начальника департамента недвижимости Андрея Мерзлякова Он призывал пойти навстречу некоммерческой организации «Ангара-Элим», которая хочет взять в аренду на 49 лет хоккейный корт в Правобережье Думцев смутило то, что ради этого предстоит вправить муниципальное положение, ограничивающее срок аренды городской собственности 15-ю годами Что кроме этого обсуждали депутаты, расскажет наш корреспондент Мы не злопамятны, просто денег нет, а память хорошая Народные избранники припомнили областному министру строительства и дорожного хозяйства, брошенное вскользь 4 месяца назад обещание Выступала министр Сверкина строительства и дорожного хозяйства Светлана Дмитриевна Она говорила, что в этом году 10 километров дороги будет ремонтироваться на участке, там, грубо говоря, 30 километров от города Сегодня мы это дело ничего не видим, у меня лично там вызывает опасения В связи с этим я предлагаю завтра от Думы направить письмо на ее имя Вместе с тем депутаты сошлись во мнении, что без надлежащего контроля Одними деньгами проблему качества дорог не решить Один из них даже рассказал вопиющий факт Когда дорожные подрядчики зачем-то выкидывают свежий асфальт в лес Проблема в контроле И даже сколько бы мы туда денег с вами не вкопали Мы будем иметь эту проблему всегда Пока не поменяется схема приемки и ремонта И контроля вот этого всего Асфальт они вывозят, но они вывозят его в лес, дабы освоить объемы Я не знаю зачем Но я знаю где он лежит, мы с вами проедемся и посмотрим Это не голословно, абсолютно И лежит там оно много Я хочу, я думаю, что нам нужно здесь менять Я не знаю, то ли общественный контроль уже делать Светом появления загадочных квадратиков и прямоугольников На дорогах Уст-Лимска пролила Оксана Янковская По ее словам, вырезанные фрезой геометрические фигуры Глубиной до 5 сантиметров разрешены по технормам И предваряют масштабный ямочный ремонт по всему городу В этом сезоне на него выделено 4,5 миллиона рублей Ну и теперь сама технология, я вам с этого начала Что он настолько точечный Значит ходить, тут же вырезать, потом подождать Асфальт, он имеет свойство остывать Это очень сложно все, да То есть запустить, машина стоит с асфальтом оставляет Здесь они одну ямку вырезали, заплатку поставили Потом другую закатали Значит такая технология для такого точечного ямочного ремонта Наиболее оптимальна Понятно, а сколько будет? Ну у нас дождь пошел, вы помните, да Вырезали, вот эти дожди были Они успевают, у них срок к концу июля В это же время капитальный ремонт дорог правобережья в основном подходит к концу Остался только участок в 60 метров у магазина «Север» Его решили не трогать до устранения прорыва на водопроводе Дело за коммунальщиками Они ждут, когда из другого города привезут трубу нужного диаметра Одним из приоритетных направлений на текущий и следующий год Остается плановая замена 25 лифтов по улицам Белградская, Дружбы народов и проспекту Мира А также капитальный ремонт 12 многоэтажек Прошлогодний капремонт прошел далеко не гладко В частности, Дружба народов 28 В период самого ремонта масса претензий была по поводу протекания кровли То есть подрядчик снял кровлю и очень долго ее не восстанавливал Было даже у них там, значит, ну они разошлись, до суда не дошли По указанию директора фонда, по мировому разошлись Выкоплотили компенсацию женщине, когда у нее на верхнем этаже, девятом этаже, у нее все протекло То есть квартиру полностью залила, обои отпали Разного характера Не убран мусор, значит, не прикреплен радиатор По словам городских чиновников, приемщиком работы является фонд капитального ремонта Иркутской области По идее, и все недовольные должны направляться к ним Однако горожанам привычнее оставлять жалобы в милой сердцу мэрии и управляющих компаниях Те же попросту правильно помогают правильно охоромить бумаги и пересылают их в фонд Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город» Межведомственная акция по предупреждению падения детей из окон под названием «Осторожно! Ребенок на окне» Проводится в Иркутской области с 15 июня по 15 июля Соответствующее распоряжение подписала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова Подробнее о работе ПДН в городе Устилимске наш следующий сюжет Акция «Осторожно! Ребенок на окне» направлена на предупреждение травматизма детей И сокращение смертности от внешних причин В рамках этой операции все субъекты профилактики безнадзорности правонарушений Осуществляют разъяснительную работу в семьях с целью предупреждения детского травматизма О проводимых в городе превентивных мероприятиях нам рассказала Анна Нелин Временно исполняющая обязанности начальника ОДН МО МВД России Устилимский В рамках этой операции все субъекты профилактики безнадзорности правонарушений Осуществляют профилактическую работу в семьях с целью предупреждения детского травматизма За период акции с 15 июня по 25 июня было проверено 74 неблагополучные семьи Составлено 24 протокола Выявлено и поставлено на учет две неблагополучных семьи Помещено три несовершеннолетних безнадзорных в Центр помощи семье и детям В рамках акции сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних Особое внимание уделяют семьям, в которых есть малолетние дети Знакомят их с данными статистики Основные мероприятия это все-таки осуществление профилактической работы в неблагополучных семьях Проведение бесед, распространение памятки Разработанной комиссией по делам несовершеннолетних По предупреждению детского травматизма Ну и конечно в основном это проведение бесед с родителями Предупреждающих выпадение ребятишек из окон Потому что жарко, люди открывают окна, люди не смотрят за детками Достаточно двух-трех минут, чтобы ребенок выпал и чья-то жизнь остановилась Все мы прекрасно знаем о несчастных случаях, произошедших с маленькими детьми Опасны не только открытые окна, но и доступность розеток, электроприборов, свежесваренной еды, которая может оставить ожоги на теле Анна Николаевна уточнила, что на территории Устилимска и района в этом году не зарегистрировано случаев падения детей из окон Тем не менее, по области с начала года произошло уже 19 несчастных случаев Не оставляйте детей без присмотра, берегите здоровье своих близких Дарья Мозгалева, Александр Килин, информационная программа «Северный город» И снова к детям в администрации города состоялась комиссия по итогам первого оздоровительного сезона в детских лагерях и школьных площадках На этой неделе прошла областная оздоровительная комиссия по итогам первого сезона, а в среду 28 июня состоялась и городская В Устилимске первая смена завершилась благополучно. План по набору детей в оздоровительные лагеря выполнен Всего у нас функционировало 13 оздоровительных учреждений, 10 лагерей с дневным пребыванием, один на базе школ и один лагерь на базе детско-юношеской спортивной школы «Лесохимик» Всего было 1190 детей Эта цифра у нас идет ежегодно, вот уже в течение, наверное, пяти последних лет, она не меняется Один лагерь у нас загородный «Лосенок» 220 человек отдохнуло в первом сезоне и курорт «Русь» 259 детей в первом сезоне у нас отдохнуло Всего 1669 человек, из них 150 детей с трудной жизненной ситуацией Параллельно со оздоровительным сезоном действует так называемая занятость несовершеннолетних От 14 до 18 лет 169 ребят были трудоустроены В этом году удалось сформировать объем финансирования, запросив потребности для каждого лагеря Из муниципального бюджета более 8 миллионов рублей были направлены на питание отдыхающих По муниципальному заданию оздоровления детей в «Лосенке» выделено около 7 миллионов Замечания, выявленные в ходе проверок лагерей, своевременно устранены, отметила Любовь Пронина В этом году к летней оздоровительной кампании более качественно был подготовлен персонал Вожатые, педагоги и помощники педагогов Все дети благополучно отдохнули, удовлетворенность услугами высокая Что было прогнозируемо именно благодаря качеству подготовки кадров Мы единственная область, где 100% у нашей укрепленности Имеется в виду и наличие камер видеонаблюдения, и вывод сигнала о пожаре на пульт И пожарной сигнализации, то есть 100% мероприятий в наших лагерях выполнены Для сравнения, по Иркутской области техническая укрепленность составляет 46% По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом сезоне было меньше заболеваний Травматизма и случаев госпитализации зарегистрировано не было У нас получилось, что выраженный оздоровительный эффект составляет 1557 ребятишек Это составляет 93,3% от общего Слабо выраженный оздоровительный эффект 95 ребятишек, это 5,7% И без оздоровительного эффекта 17 ребятишек, это 1% То есть со оздоровительным эффектом мы вышли на конец первого оздоровительного сезона 1652, что составляет 98,9% Иными словами, показатель выше, чем в прошлом году По области он достиг 95,2%, а в нашем городе 98,9% На комиссии подняли такие вопросы, как отсутствие в третьей школе лагеря дневного пребывания А также о слабо организованном летнем отдыхе детей-инвалидов Помимо этого, все собравшиеся отметили, что в летний период дети мало заняты именно организованным отдыхом Кто-то остается с родителями, кто-то на дачах в целях экономии средств, что повышает травмоопасность В связи с этим комиссии было решено проводить мероприятия, направленные на привлечение большего количества детей в организованном отдыхе А также на трудоустройство несовершеннолетних 1 июля заканчивается обсуждение горожанами проекта обустройства первой зоны Аллеи Славы В департаменте жилищной политики и городского хозяйства отметили, что в проект можно вносить любые изменения, вплоть до деталей Эскиз размещен на официальном сайте администрации города Напомним, что в этом году пройдет обустройство только первой зоны Аллеи Славы Вся аллея занимает без малого 5 гектаров зеленой зоны и пешеходных дорожек На большее нынче не хватит средств и времени Утверждение документов и выбор подрядчиков пройдут в июле-августе А непосредственно работы начнутся ближе к сентябрю Трем многодетным семьям, проживающим на высотке и так называемой девятке Отказано в получении субсидий на подготовку детей к школе В чем причина, узнаем далее В веричине документов на оформление государственной помощи Значится справка о составе семьи Ее-то и не удалось получить жителям частного сектора Там попросту нет управляющих компаний, которые могли бы выдать этот документ Управление социальной защиты населения озвучило этот вопрос на прошедшем совещании при мэрии Устилимска У многодетных малообеспеченных семей есть право на выплату пособия для подготовки к школе в размере 3000 рублей Но в пакете документов обозначена справка о составе семьи Жители девятки, высоких, к сожалению, не могут нигде взять такую справку о составе семьи Это становится большой проблемой До 1 августа мы принимаем только документы И если они не смогут предоставить эту справку, соответственно, выплату мы произвести не сможем Напомним, что претендовать на получение 3000 рублей для обмундирования школьника Могут многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет Сегодня в городе и районе подано более сотни заявлений на пособие Однако проблем со справками у жителей частного сектора чиновники не учли Городское управление социальной защиты направило вышестоящее областное министерство письмо С просьбой исключить этот документ из обязательного перечня При этом в мэрии сомневаются, что в областном центре успеют решить эту проблему до 1 августа, когда завершится прием заявлений Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город» Полноценная косметологическая клиника, возможно, появится в ближайшее время в Устилимске О содействии в открытии филиала Иркутской врачебно-косметологической клиники хлопотал сам министр здравоохранения области Городские власти не против, говорят, что подходящие помещения имеются Сегодня в городе работает несколько косметологических кабинетов, но там, как правило, не проводят серьезные процедуры, тем более операции По линии Министерства здравоохранения уже несколько запросов к нам направлены С информацией о том, что рассматривается возможность организации филиала областного автономного учреждения Центра врачебной косметологии в городе Устилимске Вопрос касается помещения То есть проработать вопрос, можем ли мы 150 квадратов, ну и там записи красивые Те условия, которые есть, те, которые есть вот в этих письмах, причем их несколько Прямо вот от министра, от замминистра, когда они пришли, то есть вот, и приходило одно письмо ранее Мы им, как вариант, предложили на старом городе, на территории бывшей ЦРБ, на втором этаже Вот, там есть помещение близкооперационное То есть должны их люди приехать, мы им покажем Там подъезды, все, пожалуйста, коммуникации, все сохранены Ну, может быть, аналоги все косметические, только ремонт Областной центр врачебной косметологии берется как за эстетические процедуры, так и за более сложные операции Включая коррекцию фигуры и сведение рубцов Впрочем, наши врачи сомневаются, что в Устилимске наберется достаточное количество желающих лечь под скальпель Скорее всего, подобные вмешательства будут проводиться по предварительной записи А пластический хирург выезжать по мере необходимости Как бы там ни было, власти нашего города дали добро Быть филиалу или нет, решать руководству самой клиники До конца рабочей недели в Устилимском районе продолжает действовать четвертый класс пожароопасности Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду Возможный дождь с градом и грозы Напомним, еще несколько дней назад из-за длительной жары Класс пожароопасности был поднят до максимального пятого Однако, благодаря дождям в конце прошлой недели риск понижен Сегодня еще продолжает действовать ограничение на въезд в леса Благодаря этой мере ситуация у нас остается относительно благополучной По сравнению с Усть-Кутским и другими районами Рассматривается возможность опродления ограничения на посещение тайги обычными гражданами На этой минуте у нас все Я и мои коллеги прощаемся с вами Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин